Ошибки со шторами в помещениях с низким потолком Чтобы выжать максимум из имеющегося пространства, просто нельзя совершать ряд ошибок с текстильным оформлением интерьера комнаты. Эти приемы скрадывают и без того ограниченное пространство и визуально уменьшают высоту потолков, а когда они ниже 2,5 метров, то разница становится действительно ощутимой. Ошибка номер 1. Использование декоративных карнизов Декоративные карнизы являются крайне популярным приобретением для дома, однако в помещениях с низкими потолками имеют и ряд минусов, а именно Устанавливается карниз обычно ниже потолочного плинтуса, а значит из шторы нужно подбирать не от потолка до пола, а от карниза до пола, что визуально значительно уменьшает высоту потолков. Выходом станет установка потолочного карниза, который позволит вам повесить штору к самому потолку и тем самым визуально вытянуть пространство комнаты с потолком меньше 2,5 метра. Ошибка номер 2. Короткие шторы Нарочитанные выбранные короткие шторы, либо неправильно подобранная длина самих штор, съедают реальную высоту помещения. Если такие шторы были установлены на декоративный карниз, то можно сразу сказать, потолки будут казаться в разы ниже, чем они есть на самом деле. Ошибка номер 3. Неподходящая модель штор. Например, подхваченная декоративным подхватом шторы невольно делает комнату еще ниже. Лучше, если ткани будут не спадать прямыми и лаконичными линиями до пола. Ошибка номер 4. Двухцветные шторы по горизонтали. Такой прием имеет место быть в помещениях с высокими потолками, но никак не в типовой квартире. Канты сверху или снизу только дополнительно подчеркнут изъян в высоте. Ошибка номер 5. Излишнее декорирование. Петли, завязки, оборки нам очень нравятся, однако в комнате с низким потолком это может выглядеть нелепо. Добавить дополнительный декор на шторы в комнату с низким потолком – это непростительно ошибочный прием. Ошибка номер 6. Нарушение пропорций. Конечно же, мы не можем изменить высоту потолка, но и занижать ее не нужно. Пропорции окна и форма портьер могут менять наше восприятие комнаты. Когда форма штор расширяется и приближается к квадрату, окно визуально понижается и кажется более тяжелым. Наоборот, вертикально струящиеся шторы максимизируют пространство и зрительно увеличивают высоту потолка. Ошибка номер 7. Контрастные к цвету комнаты шторы. Темные или контрастные шторы забирают на себя все внимание и, как известно, уменьшают пространство. Использование близких по оттенку штор к цвету комнаты визуально позволяет нам ощутить комнату как единое пространство, что расширяет помещение и не скрадывает высоту потолка даже в маленькой низкой комнате. Ошибка номер 8. Фокус на окне. Если у вас наклеен тюль на окно или есть любое другое привлечение внимания к окну, а высота потолка при этом низкая, то сложится ощущение, что потолок в комнате очень и очень низкий. Напротив, постарайтесь любыми способами отвлечь внимание от окна. Подберите шторы в тон стенам, а на самих стенах установите контрастный декор и используйте яркие декоративные подушки. К тому же, с помощью этого приема, бонусом, вы получите яркие акценты в интерьере. Ошибка номер 9. Крупный узор на шторах. Узор должен соответствовать интерьеру комнаты. Несоответствие масштаба комнаты и масштаба узора сведет на нет все попытки сохранить имеющуюся высоту. Лучше подобрать однотонную штору или штору с мелким узором.